Поехали. Значит, данный воркшоп у нас приурочен к профессии скраммастер и кажется, что как никогда полезным будет он, потому что всем, кто хочет стать скраммастерами, так или иначе, важно понимать, куда они вообще встраиваются, что там происходит и как им, собственно, встроиться в структуру компании или культуру. В общем, да, либо в структуру, либо в культуру. А вообще хочется и туда, и туда. Значит, на профессии мы всему этому там подробно обучаем и рассказываем. Сейчас пройдемся в целом вкратце по тому, что скраммастер может делать. В целом, если рассматривать скраммастера как человека, который выполняет связующую роль, так скажем, между бизнесом, стейкхолдерами, продукт-оунером, командой, ну, это как, короче, с психологом. То есть, типа, психологом мы, вот пока петух жареный не клюнет, мы же его не ищем, а еще может попасться как бы не тот, а ему еще платить надо почему-то много. Ну, как бы, это не, не знаю, не пенталгин купить там в аптеке. То есть, сложная штука-то на самом деле. А там какие-то психологи, которые нам бесплатно предоставляются, ну, что-то как бы к ним вообще не хочется. Со скраммастером такая же история. То есть, часто его ищут, когда либо классно сформированная культура и хотят классного скраммастера, либо вообще просто непонятная культура, там происходит какой-то хаос, ребята хотят скраммастера, чтобы этот хаос прекратился. И вот обитает он, в общем, между вот этих всех ребят. Сейчас по ним пройдемся. Между продакт-оунором. Понятно, да, что продакт-оунор как бы должен быть в команде, где есть скраммастер. Ну, как бы, кажется. Хотя встречаются, по крайней мере, в России вообще разные кейсы. Периодически встречал, что... Да что, периодически. Вот недавно была команда, в которой скраммастер есть, причем на несколько команд. Один. А продукт-оунор нет. И все нормально. Как бы, типа. Ну, такое себе. Такое. Тестировщик качества. Тестировщиков вообще, в принципе, как бы много. Но, допустим, у нас есть QA просто тестировщик ручной, да, и у нас есть тестировщик-инженер. А есть еще инженер по, соответственно, самому тестированию качества, да. Прежде всем в том, что скраммастер часто попадает в связку вот с этими ребятами, и из тестировщиков часто вырастают скраммастера, ну, или перерастают в скраммастера. Ох, я бы не хотел рекомендовать всем кейсы, которых с тестированием связанными надо быть. Как сказал Андрей, вот, партнер по компании, он как сказал, что можно, конечно, там, вот это все, там, пойду тестировщиком, там, поработаю на старте. Но это рабство в целом. Это рабство. И рабство не очень прикольное. И у меня летом знакомые тоже такие, типа, хотели поменять профессию, ну, они занимались, там, штуками, связанными с искусством, а решили, ну, подумали, что возможно, есть смысл перестать заниматься искусством для заработка и начать зарабатывать деньги. И, как бы, пойти в IT, потому что IT, вроде, как бы, актуально всегда, но при этом, вроде, как рекомендовали им, типа, ребята, знакомые IT-шники, пойти в тестеры. А вот, бэкграунды, короче, разные. Примерно, как пойти в какой-нибудь зал единоборств, пройдя через какой-нибудь дичайший буллинг в школе, там, гопников, какие-то избиения, там, и вот это. Ну, то есть, это, как бы, возможно-то и неплохо, но мы же никому не желаем такую судьбу, да, чтобы человек прошел через вот эту всю хрень, грубо говоря. И это привело его, типа, вот такая история привела его в спортзал. Ну, такое себе, правильно? То есть, лучше обойтись без первого этапа. И вот тестировщик, в принципе, ну, сам по себе, как профессия, классный. Вопрос только в том, что со скромастером это мэчится, типа, никак вообще. И скромастер, в общем-то, получается хороший из, давайте здесь запишем, скромастер в плане бэкграунда, да, что может быть плюсиком? Необязательным, это важно, необязательным, но плюсиком. Откуда он может появиться? Значит, он может появиться из психолога. Если мы говорим про какое-то, типа, официальное образование. Нет такой профессии бизнес-тренера, есть такая роль, но профессии такой нет и ей не учат. И социолога. Не знаю, кстати, как у социологов с какой-то профессиональной эмпатией к людям, но надеюсь, что хорошо. Может быть, кстати, если так же, как у врачей, то тогда, наверное, не очень. Но в целом логично просто, что социолог, он как бы что-то про людей знает. Психиатр, не знаю, не знаю, мне кажется, психиатру лучше этим и заниматься. Тем более получают они тоже неплохо, может быть, ему стоит переквалифицироваться в психоаналитике, чтобы там побольше денег получать. Значит, психолог-социолог, сис-админ, какой-нибудь бизнес-ассистент. Тоже нет такого, но допустим. Ну вот как-то так. Так, на самом деле это плюс-минус самый такой встречающийся бэкграунд. Я бы вот этим ребятам точно рекомендовал бы. Но это не значит, что надо всем остальным этого не делать. То есть в целом образование вообще не важно. Пока его не супер спрашивают или требуют какое-то определенное по отношению к скрам-мастеру, по крайней мере. В общем, вот эти ребята ок. Эти ребята ок. И если мы говорим сейчас про тестировщиков, как вы видите, их здесь нет. Но в целом это не проблема, потому что в целом ок. А, еще забыл, конечно же, проекты. Project Manager. Но скорее не от того, что он не любит быть Project Manager. Потому что если он не любит быть Project Manager, скорее всего, ему и скрам-мастером будет плюс-минус не ок. Скорее потому, что ему просто хочется по-другому контактировать с людьми. Но слово «хочется» здесь ключевое, что ему реально это нужно по жизни для ощущения себя полноценным. То есть, типа, взаимодействие с внешним миром и какое-то положительное влияние на людей. Типа того. Ну, в общем, Project тоже, безусловно. У нас, кстати, вот встречаются в профессиях, там, на всех потоках такие ребята, которые вот идут из вот этих вот специальностей. И, в общем-то, да, они зачастую, если им эта специальность была ок, то скрам-мастерами они тоже становятся ок. Значит, вот эти вот ребята, которые QLity Assurance Tester, или там, давайте красненькими сделаем. То есть, ок, но надо понимать, что любая история с тестированием – это все-таки плюс-минус такая технически-продуктовая тема. А скрам-мастер – это все-таки про людей. Это про людей. Вот продукт-онор, он и про людей, и про все, и про бизнес, и про деньги, и про техническое, и так далее. Здесь вот есть два понятия, такие как Agile Coach и скрам-мастер. Значит, в принципе, вот я недавно, у меня видео вышло на YouTube, это тождественные понятия. В общем-то, нет вопросов обычных, если мы говорим про, там, допустим, мировую практику, что это типа что-то разное. Ну, есть статьи, да, на том же Scrum.org есть статьи, которые говорят о том, что это одно и то же, а есть, которые говорят, что нет, есть что-то типа разное. Ну, вот как бы я, в общем, рекомендовал бы считать, что это одно и то же. Почему? Потому что скрам-мастер, ну, типа, да, вот если мы почитаем, то те источники, где описывается, что это что-то разное. Там ребята говорят, что типа Agile Coach это более скилловый коуч, который там все умеет, знает и так далее, и так далее, может выполнять функцию и в том числе product owner, в том числе delivery kanban manager, в том числе кого-нибудь еще. Типа скрам-мастер, он вроде бы должен быть, вот, подразумевается тех ребят, которые это разделяют, что он должен быть заточен на скрам-гайде. Блин, ну, если быть заточенным чисто на скрам-гайде, далеко-то как бы не уедешь, там дофига всего нужно. Там, во-первых, очень жесткий технический язык, ну, такой строгий, да, в скрам-гайде. Во-вторых, рекомендации-то какие, что, где взять вообще, то есть, типа, ну, там 18 листов скрам-гайда и что с ними делать. Поэтому скрам-мастер, который знает скрам-гайд, и он не Agile Coach, он такой себе, скрам-мастер-то не очень. Вот, поэтому, но роли эти, безусловно, в некоторых компаниях разделяются. Давайте мы сейчас про роли, поэтому, в общем, на них сделаем акцент. Я бы рекомендовал сразу метить в Agile Coach и, знаете, там, освоить канбан, освоить, ну, скрам, соответственно, да, экстремальное программирование. Ну, за годик-то, как бы, можно, там, если поднапрячься нормально, ну, именно мат-часть. А потом уже, ну, как бы, научиться с этим работать. При том, что скрам-гайд можно, да хоть наизусть, выучить при определенном желании за неделю и сдать на PSM-1. Ну, как бы, короче, если скрам-мастер не Agile Coach, я бы его на работу не взял. Вот. Значит, далее. У нас есть аналитики, да. Из аналитиков так себе скрам-мастера, скажу я вам, но только если им аналитика не очень нравилась. То есть аналитики все-таки ребята, любящие цифры, и с цифрами они комфортнее себя чувствуют, чем с людьми. Далее. Digital Product Manager. Вот это вот, да. Но это скорее происходит после того, как скрам-мастер уже получил какой-то опыт, вот он становится Digital Product Manager. И иногда сразу, но в основном все-таки, ну, возможно, то есть из скрам-мастера все ок. Далее Delivery Lead, но Lead, который контролирует поставку, тоже, да, такой инженерный чувак, который следит. Ну, Kanban Delivery Manager. То же самое, на самом деле, плюс-минус, что и скрам-мастер. Просто он там при помощи больше Kanban практик работает, чем... Вот. Итого. Итого. Еще бывает, когда... А, ну я написал здесь, бизнес-ассистент, да, Тамара Васильевна какая-нибудь, которая приходит... Ну, обычно так не бывает, что это извне. Типа она где-то была бизнес-ассистентом, перешла к какой-то скрам-мастера. Обычно бывает так, что к ней приходят, условно говоря, там, и топ, и говорят, слушай, давай, короче, я вот найму вместо тебя кого-нибудь другого, а ты будешь скрам-мастером. Ну, вот тебе курс, иди там учись. Нам, например, в Lead Startup, и будешь скрам-мастером. Она понять не имеет, что это такое. Но, когда она помогала анбордиться каким-то ребятам в компании, она, конечно же, всем говорила, что в компании есть agile культура и все такое. Что еще важно здесь сказать? Ну, да, на самом деле, плюс-минус все. Поинт главный данного мероприятия заключается в том, что можно пойти вот с этих ролей на скрам-мастера отучиться или вообще просто пойти работать. Можно получить сертификат, но его каждый может получить, там, просто выучить что-то, и к работе это не имеет особого отношения. А вот эти ребятки, вот эти вот ребятки, которые agile культура, скрам-мастер, delivery lead, они, ну, давайте, мы подразумеваем здесь delivery lead, который все-таки больше типа product owner и скрам-мастер, нежели технический delivery lead. Потому что технический delivery lead, он следит за тем, чтобы там автотесты прогонялись, и за то, чтобы поставка была технически классная, и чтобы у вас ручное тестирование проходило тоже нормально, чтобы в итоге или попадало в тестирование, и чтобы у вас автотесты прогонялись. Значит, здесь что важно? Важно, что нам надо как-то встроиться во всю эту историю. Вот вы психолог, социолог, разработчик, сис-админ, бизнес-ассистент, проект-менеджер, ну, вот вы назвали скрам-мастером. Хорошо, если это в этой компании, в которой вы уже работали, и просто пошли на новую роль. Окей, а если извне? А если вы хотите им стать, что делать? И делать тут простые вещи, в общем-то, надо. То есть надо понять, что вы встраиваетесь вот сюда, где все есть вот эти вот ребята плюс-минус. Вы можете называться как угодно. Скрам-мастер, delivery lead, agile coach, и делать что угодно тоже, что вас попросят. Возможно, я где-то встречал даже такое в источниках, которые разделяют agile coach и скрам-мастера, что на скрам-мастера тоже, ну, как бы это то, что видел я, да, что это моя насмотрена, что часто и скрам-мастер делают проект, а такое на самом деле и описано много где, где разделяется. На agile coach типа проекта не вешают, но это, кстати, на самом деле не совсем так. Часто как раз тоже пытаются, все пытаются сделать проект, ну, на кого-то же надо делегировать, как только мы научимся делегировать, сразу хотим на кого-нибудь. Таких культур, где бы я видел, что все было вот прям потрясающе, идеальный скрам-мастер занимался только тем, чем он, по идее, должен. Ну, довольно мало я таких видел, и можно сказать, что единицы. Когда мы хотим куда-то встроиться, нам надо понять, что вот этих компаний мало, у которых все хорошо, а компаний остальных их много. И там вот эта вся история, она настолько перемешана, не структурирована и непредсказуема, что найти там логику какую-то ее очень сложно найти. То есть когда у вас, знаете, там 100 команд, во всех есть там все, плюс-минус кто надо, и у вас есть и продукт-онор, и вы там скрам-мастер, и типа там вы, возможно, там в каком-нибудь сейфе работаете, там у вас какие-то там релизные поезда вместе куда-то едут, там вот это все. Ну да, такие есть компании. Я же повторюсь, их мало. То есть, возможно, у них много рабочих мест, но таких компаний мало. При этом, опять же, нам надо все равно куда-то строиться. Значит, что мы делаем? Мы с вами, то, чему мы в том числе будем учить на нашей с вами профессии скрам-мастера, вы наращиваете социальный капитал в экспертном сообществе. Значит, вы создаете контент. Вы, сейчас подробнее разберем, отправляете резюме и получаете отклики ежедневно. Вы читаете и наращиваете скиллы каждый день. Да, на самом деле, вот это ключевое. То есть, если вы, такой можно сделать вывод, да? Слово вывод мне не нравится, но как можно резюмировать эту историю? Если вы психолог, социолог, разработчик, сис-админ, бизнес-ассистент, проект-менеджер или кто-то внутри компании, типа тестировщик там или кто-то еще, вы хотите стать скрам-мастером, куда-то устроиться. Ваша основная функция – это наращивать социальный капитал в экспертном сообществе, создавать контент на регулярной основе, консистентно и выкладывать его. Вы отправляете резюме и получаете отклики ежедневно. Вы читаете и наращиваете скиллы каждый день. Значит, да, в общем-то, все, на самом деле. Это главное. Этого никто не делает практически. Те, кто делают, они в итоге получают то, что хотят. Те, кто не делает, надеются на случайности. Случайности иногда находятся на их стороне. Но так происходит не всегда и, на самом деле, не совсем и достаточно редко. Здесь подразумевается выход за пределы своей комфортной зоны пребывания в этом мире. Но это нам не мешает, в общем-то, если мы хотим все-таки это делать. Сложно очень наращивать социальный капитал. Что это значит? Это значит, что мы проводим мероприятия. Это как бы реально не звучало сейчас прям, как бы так сказать, амбициозно. Не знаю, как. Ну, короче, не слишком, чтобы громко звучало. Ты пофигу, на самом деле, если звучит громко, то это реально работает. Сейчас подробнее расскажу. Мы ищем в соцсетях подходящие контакты и тусим с ними. Причем тусим как угодно. Тоже сейчас подробнее скажу. Мы что еще интересного делаем? Мы пишем. А, ну, создаем как-то, да, короче. В целом, на самом деле, а, мы выступаем. Мы выступаем. Везде, где только можно. С любыми докладами, спичами и так далее. Мы создаем контент. PDF. И мы создаем контент в видео. Это важно. Еще можно фотки, но фотки, они к нашей экспертной теме, на самом деле, имеют опосредованное отношение. Хотя, котики тоже ок. Так, вот так это будет работать, да? Значит, мы отправляем резюме, получаем отклики ежедневно. Ну, понятно, что это в основном х.ру и что-то еще. Можно зарубежные. Таким же образом все точно так же работает. Можно на зарубежных всяких сервисах. Если там с регистрацией у вас все ок. И прокачиваемся, учимся, да? Ну, ладно, слово учимся, читаем, метапы, ходим на метапы, знакомимся с людьми. Кстати, тоже метапы и в первую историю, в принципе, попадают, но там мы не являемся действующим лицом. Читаем, ходим на метапы, интервью, интервьюируем экспертов и потенциальных коллег. Ну, там тренинги, понятно, но это как бы такое тренинги, программы, да, проходим. В интернете еще куча бесплатного открытого материала лежит на YouTube, в том числе от топовых представителей Geo-сообщества, поэтому там, в принципе, можно найти все, что надо. Вот, короче, вот такая вот движуха у нас получается, и мне кажется, она довольно прикольная. Вообще, похоже на план, looks like a plan. Но это очень сложно, это прям больно, все это очень больно. То есть, даже вот мы сейчас делаем контент, у нас, в принципе, неплохая в этом накопленная экспертиза, и каждый раз это все равно делать сложно, сложнее. Ну, типа, неохота, просто неохота делать то, что неохота. Вот, поэтому, в принципе, на самом деле, все. То есть, вот, если мы говорим про то, как скраммастеру зайти в роль, то, в общем-то, в общем-то, вот, и в индустрию. Есть ли какие-то вопросы? Да, я понял вопрос, о чем спрашивать потенциальных коллег. Как ни странно, простые слова творят чудеса, типа, привет. Слушай, я вот у тебя, короче, главное, сейчас я не хочу быть похожим на мастера по пикапу, уж простите, но типа зацепиться надо за какой-то факт. У человека есть страничка в любой соцсети. У меня там что-то указано, у меня есть какие-то фотки, не знаю, у меня есть что-то еще. На личные темы не надо начинать, да, ну, как бы, понятно. Привет, слушай. Ну, кстати, комментировать фотки в соцсетях работает круто. Мы с Microsoft делали акселерационную программу, и там ребята, которые в итоге использовали похожие штуки для B2B-продаж, говорили, что работает прекрасно совершенно комментировать фотки чужие в соцсетях. Частично ныне запрещенных, но, короче, работает. Значит, история какая? Вы ищете какой-то факт, и этот факт превращаете в вопрос. Привет, слушай, у тебя написано там, ну, на ты можно, можно на вы. Ну, я бы на ты писал, если у вас возраст там плюс-минус один. Значит, слушай, у тебя вот это вот там написано. Можешь подробнее рассказать, типа, про вот это? Сейчас может звучать супер примитивно и глупо. Ни хрена подобного работает, отлично. Прям-прям кайфово. Привет, слушай, ты же стартапы запускал в Индии. Слушай, а можно там 15 минут, короче, твоего времени чуть-чуть поделиться фидбэком? Да что говорить, господи, вот сегодня я в качестве нетворкинга написал чуваку, который приобретал у нас тренинг корпоративный год назад. Он там работал в какой-то компании, я уже не помню, международный, но с российскими корнями. Мы провели тренинг, все ок, и я ему пишу, год прошел. Привет, чувак, как дела? Вообще, что как? Давайте вот прям зачитаю, господи, как я написал. Я, ну, мы не друзья, чтобы вы понимали, но пока, да, то есть мы общались очень мало. Привет, имя, как ваши дела? Ладно, ваши имеются в виду в компании. И мне приходит вот такое сообщение. Я что сделал? Ничего не сделал, да? Я поинтересовался, ну, то есть мне не пофигу на этого чувака. А мне реально не пофигу, ну, а мало ли чего у них там интересного происходит. Я ему уже развернуто ответил, о, прикольно, слушай, интересно у вас там стартап, что-то вот интересно, как у вас дела. Я тоже там работал на таких-то рынках, запускал продукт, могу как-нибудь на созвоне поделиться. Все, сегодня произошел созвон, дальше уже у нас дело идет к потенциальному сотрудничеству, потому что там нашли точки пересечения и все. Ну, то есть, как бы, ставились ли под сомнение там или, как это сказать, челленджились ли мои скиллы, простите за кучу англицизмов, ну, как бы, ставились ли под вопрос мои компетенции, да, вот так. Вот, это, сомневался ли кто-то в моей экспертности? Да вроде нет, ну, наверное, ну, как бы, не знаю, ну, чувак в теме, что я вроде в теме и все, как бы. Ну, вот, ну, там, договорились созвониться с его топом, топом этого стартапа. Вот, и, как бы, вот я вышел на топ стартапа, который фигачит на мировых рынках, на многих. Ну, вот, как-то, вот, понимаете, да, то есть, я не хотел, как бы, выйти, ну, вот, как-то так получилось. Вот, поэтому, о чем спрашивать коллег? Слушай, а у тебя бывает, вот, какая-то херня там, не знаю, что-нибудь? Ну, я не знаю, ну, типа, бывает ли так у вас, что, там, как вы справляетесь с жопой в бэклоге? Не знаю, вот так, да? Причем слово жопа можно так и написать, все же люди. Так, слушай, я не знаю, ну, типа, как и все, а можешь подробнее рассказать как-нибудь, типа, там, будет тебе пять минут созвониться? Просто очень интересно, я слышал, что ты очень круто в этом шаришь. И все. И делать это каждый день, каждый день, вот так вот с людьми общаться, это очень важно. Если это каждый день не делать, сделать раз в месяц, это тоже даст результат, но просто супер-супер маленький. Но тоже даст. Ну, это будет один человек, ну, 12 человек, окей, за год, да? Но если вы будете делать это каждый день, это будет больше сотни человек за год. Какова вероятность, что один из сотни с конверсией 1%, с самой такой стандартной конверсией в e-com, ну, вернее, в интернете в e-com, она ниже. Какая вероятность, что человек вас куда-то позовет? Да даже хотя бы пиво купить. Большая? Большая? Да, да, спасибо, Митя, понятно. Так, вопрос следующий, да, что есть минимум для профессии? Минимум для профессии, ну, если мы говорим про скрам-мастера, да ничего, скрам-гайд прочитайте вперед. Ну, сейчас на меня, конечно, накинутся agile-коучи там или какие-то ребята, которые в этом долго практикуются. Но в целом, да, ну что, если у вас к людям есть какая-то эмпатия и там плюс-минус любовь, как бы это сначала, ну да, да, к людям любовь. Даже если вы ненавидите как бы бытовой окружающий социум в плане вам, что он некомфортен сильно, это не страшно. Но если вы в целом любите, вот мне, например, очень нравится улаживать конфликты, мне реально нравится. Я люблю, когда я помог двум людям договориться, я прям кайфую, мне нравится это. То есть, отличный скилл для скрам-мастера. Это уже скилл, это вот врожденный софт-скилл, как говорят. Вот, и Юрий спрашивает, является ли такая движуха тренингом для общения? Скрам ведь должен уметь общаться. Конечно, еще как появляется. Ну, то есть, безусловно, вот то, что вы создаете контент в видео, то, что вы проводите мероприятия, то, что выступаете где можете, то, что вы ходите на митапы, там, общаетесь с людьми, безусловно, страшно важно. То, что вы отправляете и получаете отклики ежедневно на вакансии, тоже, безусловно, важно. Это тоже дико прокачивает ваши риторические, как бы это ни звучало, двусмысленно, способности. Я, у меня вот есть один кейс. Так, ладно, один, господи, это куча кейсов, когда у людей прекрасное резюме, но они вообще не могут его презентовать и защитить перед HR. Ну, это практика, тупо практика. И самое главное, не бояться, сейчас я какую-то хрень цыганскую говорю. Ну, короче, самое главное, типа, не бояться, что вас пошлют, скажут, что вы идиот, не возьмут вас, там, или еще что-то. Не важно абсолютно. Это ваш классный, бесценный опыт. Просто вы, кто-то прошел уже через эту историю, а вы не прошли, надо пройти, и как бы все. Но, опять же, просто если перевести это на продуктовый язык, количество тестов. Количество тестов поможет вам накопить опыт и насмотренность, которые помогут решить все ваши вопросы. Что, у меня, наверное, все. Получилось краткое и вроде относительно тезисное. Мы еще это все классно смонтируем, и будет хороший воркшопчик. Вот, всем спасибо. Лиз, спасибо. Еще один вопросик можно там написать? Да, конечно. А можешь вслух? Мне просто не очень в чате удобно здесь задать. А, да, хорошо. Если меня слышно, достаточно. Да, прекрасно. Ага, если нет практического опыта в скрамах, ну вот именно скрамах, знакомая атмосфера, ну, в бежуке по аджайлу, но практического применения нет. Вот какую работу скрамой лучше всего искать? В каких компаниях, на какую позицию, там, я не знаю, такое понятие, как джун, скрам или что-то, или сразу идти в бой, не бояться? Я понял, смотри, нет такой, к сожалению, к счастью, к сожалению, короче, нет такой проблемы, смотри. Тут надо идти туда, где у тебя с людьми произойдет мэч, где вы понравитесь друг другу. Если ты попадешь в среду, где тебе нравится, ты все свои навыки прокачаешь. Ты либо, ты поймешь, что, блин, кажется, вот здесь вот я себя не уверен чувствую, книжечку почитаешь, ой, а кажется, вот здесь там напишешь, там, не знаю, мне кому-нибудь еще, там, другим каким-то ребятам, которые что-то понимают, посмотришь какие-то видосы на ютюбе, там, заморочишься, переведешь что-то с английского, не знаю. Короче, у тебя появится потребность качнуть эту историю. И ты сделаешь это, даже не зная, там, не знаю, с любыми ограничениями, не зная языка, не умея читать, ты все равно найдешь, как это сделать. Но этого не произойдет, если у тебя не будет достаточного количества откликов в резюме. Вот если они будут, ты сможешь найти тех, с кем у тебя общий язык, пойдешь туда, тебя возьмут или не возьмут сразу, но ты по этому придешь еще раз. Когда уже прокачаешься, неважно, и там ты поймешь, что тебе надо прокачать, и главное, чтобы тебе там было комфортно по атмосфере, по корпоративной культуре. А если тебе там будет некомфортно, да есть у тебя опыт, нет опыта, слушай, прекрасные скроммастера и GL-коучи в хреновой корпоративной культуре гибнут, как рыбы без кислорода. Понял, спасибо. А то ты придешь и скажешь, ребят, ну что, ретроспектива, давайте, вскрываем все карты, короче, и рассказываем, какие у вас там, типа, как прошел наш спринт, как сделать следующий спринт лучше, и все молчат. Потому что культура такая, что все, ну, как бы привыкли молчать, что о плохом разговаривать нельзя, а вдруг кто-то узнает. И, короче, и ты начнешь всех вытягивать, тебя просто будут ненавидеть и презирать, и опять он пришел со своими ретроспективами, со своей прозрачностью, да пошел ты, иди, все, мы домой хотим, короче. Таких компаний почти все. Но скрам-мастера делают их лучше, если топ или топ того подразделения или команды, если он в этом направлении хочет двигаться. Так, вот теперь точно. Огромное спасибо, полностью ответ. Вот как раз две мои последние работы. 10 лет моей жизни, а не в таких компаниях. Да, понимаю, понимаю. Ну, желаю дальнейшего продуктивного движения в ту сторону, куда хочется. Спасибо большое. Да, все, спасибо, счастливо, до новых встреч. Спасибо, пока. Хорошего вечера, спасибо.